Воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исучий воробед живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исучий воробед живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исучий воробед живо даровал. Господь и Бог наш, воскресший ради нашего спасения и столько потерпевший, даравший вам такие счастливые и радостные мгновения уже здесь на земле, и тем, показавшись, что Царство Небесное идет сейчас уже, и будет оно до скончания веков длиться с теми, кто пребудет верными тебе, всегда радующимися и торжествующими при слове. Христос воскрес! Воскрес! Начнем наше занятие. Благослови нас Господи. Евангелие от Моисея, 7 глава, 24-25 стихи. Ты можешь со мной сказать. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и развелись реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Без Бога толкование. Без Бога добродетель не может быть совершаем, посему говорит, уподоблю мужу благоразумному. Камень есть Христос, а дом душа. Итак, кто устроит душу свою в делании заповедей Христовых, того не могут сокрушить ни дождь, то есть падающий с неба дьявол, ни реки, то есть вредные люди, размножающиеся от всего дождя, ни ветры, или духи лукавые, или вообще все искушения. Мы недавно его читали, их расстроим, и как раз про дом, и про камни, и мы тоже камни эти ворочим тут, и мы крепко строим, и ветры нам не страшны, и дождь не страшна. А каким мы закончили свихом, в 24-м? Да. Ну, в 24-м ночи. Ну, в 23-м, в 24-м ночи начали, а начали. Ну, Златоуз говорит, вы слышали, как понесут наказание те, которые не соблюдают слов его? Хотя бы чудеса творили. Теперь вам должно знать и то, какими благами будут наслаждаться не только в грядущие века, но и в настоящем. Те, которые повинуются всем словам его. Всякий, кто сказал, он слышит слова Моисеи и исполняет их, уподобився мужу мудрым. Видишь, как он разнообразит свою речь. Прежде говорит, не все, кто говорит мне, Господи, Господи, и тем открывает себя самого. Потом говорит, творящий волю Отца Моего, и опять представляет себя судьею. Многие скажут мне в день тот, Господи, Господи, и скажу, не знаю вас. Наконец, здесь опять показывает, что он имеет власть над всеми. Почему? И говорит, всякий, кто слышит слова Моисеи. То есть, Господь показывает, вот, Господи, Господи, то есть, обращение прямо к нему, это прямая, открытая речь. Как яговисты этого не читают, непонятно вообще для меня. Но, однако, вот это вот обращение как раз к нему. Сам о себе говорит. Это он говорит о себе, вот там слова. Златоус говорит, толкователь нам. Толкователь, которого наставлял сам Хостел Павел. А Хостел Павел наставлял Дукси Павел. Господи, Господи, он себя Богом называет. Да. Дальше говорит Златоус. Наконец, здесь опять показывает, что он имеет власть над всеми. Почему? И говорит, всякий, что слышит слова Моисеи. Так как он все уже рассказал о будущем, упомянув его царстве, его неизреченной награде, об утешении, о всем прочем тому подобном, то после этого, желая здесь доставить своим слушателям плоды, показывает, как сильна добродетель и в настоящей жизни. В чем же состоит сила той добродетели? Вот в чем. В том, что с ней живут безопасно, не колеблются ни от каких несчастий, стоят выше всяких гонителей. Что может сравниться с этим? Ну вот возьмем, допустим, когда неверующие люди и верующие люди, как они стоят против гонения? У неверующих людей цели нету. Неверующие люди показывают свою гордыню. От этого все, врагу не сдается у нас гордый паряк. Мариша, у нас занятия идут. Нина Александровна переезжает в класки. Сообщение просто туда. Помоги, Господи. То есть она теперь оттуда будет приезжать. Мы уже на благовестии не так часто увидим ее. Ну, может быть, это и к лучшему. Община есть община, отовсюду собираются люди. И вот мы видим, как противостоят верующие и неверующие. Вот рассказывал у нас был Виктор Плеханов. На него, к мать его, не разрешала ходить на занятия, когда еще ходили. Даже вагу ходили. И брала топор прям, и на него прям шла. Не отпущу тебя и все. И прям косяки вот так рядом рубила. Он говорит, я сначала боялся, потом думаю, ну че же я... На занятия, говорит, так охота. Такая ревность была. Вставал, говорит, и дуб прям на нее. Она вот так прям замахивается, говорит, и вот так все. И он после этого за мать перестал молиться. Кстати, для вот этого всего скажу, что он сам так и не крестился, хотя был оглашенным 10 лет у нас. 10 лет самое большое оглашение, больше никого не знал. И в конечном итоге так и ушел. Два раза он пребывал у нас. 7 лет в начале был оглашенным, потом ушел на 9 лет. Попал в тюрьму за изнасилование малолетний. Отсидел там 3,5 года. Потом вернулся к нам, мы его приняли. Три года у нас побыл и ушел. И через два года убили его мать. Зарубили топором. А кто это? Которая на него топором замахивалась. А кто это? Плеханова. Плеханова? А, Плеханова. Татьяна Кузьминична. Она у нас после того, как он прошел сквозь ее топор, она потом пошла жаловаться на него, что он плохой сын. Пришла и осталась в общине у нас. Помогала много в лагере и в общине была. Ну, в общей сложности лет 12, наверное. Потом с ней случился какой-то испуг или что там, непонятно. Она ушла из общины. Как раз Аликтор пришел в этот момент. И вот. Через 5 лет, как ушла, была убита. Убили ее те, кто делал ей ремонт. В ее квартире. Поссоривались из-за денег. И они ее топором зарубили. Поднявший им меч от меча и погибнет. Поэтому даже думать нельзя, чтобы кого-то убить, зарубить или еще. Тем более поднять меч. Вот все, знаете, все, кто против вас восстает, запрещают вам быть верными Христу, все погибнут. Раньше, позже. Кто в мучениях скончается? А некоторые, может быть, обратятся. И Златовусь говорит. И как, говорит, хорошо было бы, если бы, говорит, Давид взял и Голяха обратил, говорит, и он стал бы верующим. А еще лучше бы стало, если бы он обратил его, а Голях пошел бы к своим и начал их обращать. И они бы обратились, и все. И не было бы ни войны, ничего. И мир был бы воцарен. И все бы познали истинного, единого Бога. То есть для этого что нужно делать? Нужно иметь не камень, который он поднял. Он поднял пять камней. А нужно было один камень, на котором все основано. Вот о котором говорится. Этот камень, краеугольный камень, который отвергают строители. Это Господь наш. Что есть и дивно в очах наших. А все люди изумляются. Изумляются. Как так? Он же никто. Он же самый слабый, самый ничтожный. И вдруг откуда у него такая ревность? Откуда такие защитники у него? Откуда они возьмутся? Стена прям вдруг вырастает. Они боятся, отскакивают, как горох от сына этих людей. Ну, эти ненавистники. А некоторые обращаются в конечном итоге. Это проповедь. Благовестие. Не надо бояться свидетельствовать о Христе. Везде, где можно. Об этом вот и говорится здесь. Что ты заслушался, брат? Говори, говори. Мы тут Златоуст еще продолжаем говорить. Я могу еще читать. Что может сравниться с этим? Этого не может приобрести себе даже украшенные диадемы. А добродетельно достигает. Он один со многим избытком стяжал такую безопасность в пучине настоящей жизни, наслаждаясь великой тишиной. И подлинно удивительное дело, что он не в приятную погоду, но во время жестокой бури, при великом смятении и при постоянных искушениях, немало не может колебаться. И двадцать пятый стих идет дальше. Немало не может колебаться. Двадцать пятый стих. А, мы же прочитали его, да? Да. А, ну да, не может колебаться. Читай его. Здесь дождем, реками и ветрами Господь, иносказакно называет человеческие несчастья и злоключения. Как то клеветы, наветы, скорби, смерть, погибель ближних, оскорбления от других и всякое другое зло, какое только бывает в настоящей жизни. Но душа, праведно, говорит он, ничем не побеждается. Вот у нас вчера, ой, на том занятии было такое великое тут нестроение. Такие были скорби, там казалось, там что-то несчастье прям страшное. Ну, если это несчастье скорби для кого-то, то надо вот стойко переносить. Но ты же видишь, в какой среде ты находишься. Все тут верующие, задают верующие вопросы, читают Библию. Если тебя это сильно коснулось, ты лучше останься, выясни до конца, в чем дело. И ты очень много о себе узнаешь. Не только о других, как ты любишь слушать клеветы и научничества. Как только о себе, так сразу, ах, растаялись. А как о других, так, ну, стоим скалой. А Господь скала, вернее, молот, который разбивает скалу. Молот, он разбивает эту стену, ты смотришь. Да когда я там отражаюсь? Ну, ты, ты, встал утречком и смотри на своего врага. Долго можешь смотреть на него, в глаза ему прям, в зеркало. Смотри, кто там отражается? Потом второй, кто враг у нас? Идеяло. Сатана, который действует невидимо, который не хочет, чтобы его сдали. И третий враг, кто? Мир. Правильно, мир. Вот он, мир вот этот, весь мир. Это враг настоящий. И мы против него ведем борьбу. И если все решила, душа, убежать от этого мира, надо бежать. Не надо там с ним бороться на руках, хамрестлинг там, давайте кто кого. Не надо, убегай от него, от этого мира. Зачем тебе нужен? А в мир нужно идти, не побеждать, потому что мы агнцы, среди волков. А в мир идти нужно благовествовать. Мы можем быть побеждены. Об этом и говорится 13 глава книги Откровения. Что и домой ему было, Антихристу, вести войну со святыми и победить их. Антихрист победит святых в конечном итоге. Или написано, а как же, а что? А так и написано. И если бы не Господь, не пришествию ранее, то никакая плоть бы не спаслась. И только единицы верующих, где будут спасаться? В пещерах, написано, в пропастях, в пустынях, в горах. Здесь не будут вот так сидеть, заниматься словом Божиим. Всех вычислят. Вон там стоит машина, постоянная какая-то. Она может легко прослушивать все это. Под ребешами окон, они нацелены на окна, колебания. Считывают лазером, отражаются и... Да, и считываются колебания окон. Говорят, что уже у кого телефоны, уже все нас слышат. Уже слышат всех? И видят. Эй, обратитесь ко Христу, Христос воскрес. Все, пошли дальше. По истину воскрес. Еще там к окну поближе сейчас. Не страшно уже? Нет. Надо просто, Христос воскрес сразу и все. И не надо там бояться бежать и все, убегать от мира. Не надо бояться просто бежать и без... Да? Не, ну, не надо бояться, что там потеряешь что-то. Веру надо оставлять. Нужно быть простым, как голубь, мудрым, как змея. В смысле, не надо бояться, не надо оглядываться там. Бояться, что... Да, да, да. ...бояться, что ой, что-то ты там оставил такого великого. Видел, говорит, отдалит я дерево, огромное, многоветвистое, это не частица, как многоветвистое дерево, расширявшегося, корни там пустило это дерево. Оглянулся, раз и нет его, все, погибло все дерево. А верующий, он как зеленеющее дерево, лист, которого не вянет, и во всем, что он не сделает, во всем успевает. А что мы, вот и гараж строим, и занятия у нас, и все остальное прочее. И благовестие, и мы стараемся молиться. И стар у нас, и млад, в общем, все слои на подбор. Не хватает только детишкам. Дороги, как черномор. Черномор, да, черномор, мне стар. Черномор, мне, ты, скорее всего, черномор. Ты же, Бладя, моряк. А, Бладя, моряк. Неверсная шутка. Здорово. Благочестен. Причина этого в том, что она основана на камне. Видишь, камнем здесь Христос называет твердость своего учения. Не просто Христос, а именно Евангелие Христово. Почему? Потому что Христос говорит, не я буду судить вас. И так странно слышать эти слова. Евангелие Теана. 12.48. Совершенно верно. И там, как говорит цитата, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Правильно. Его, это человека. Человека. Ну да, кто не принимает слова. Отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно судить его будет в последний день. Оно будет судить его, этого человека, в последний день. Человек думает, ага, сейчас Христос там что-то меня спросит, а что ты делал, а я вам скажу. Да, Господи, там вот это, вот бабушка заболела, там еще что-то не хватило мне. А Христос спросит просто. Ты читал, слышал слово, это он скажет, не слышал. Раз, предстанет ему такая картина, перед ним кто-то стоит и говорит ему это слово. А у него вылетает здесь, а сатана с крючком стоит, с такой бирюлькой стоит, раз ему из другого уха вытащил это слово. Он почесал, еще стоит опять радостный, другое слово вытащил. А он стоит, улыбается, а может хохочет в этот момент, пьяный какой-нибудь, с сигаретой или с пивом. Вот и все, что случилось с человеком. Не принял слов сих, а нужно было принимать. Ну давай дальше прочитай. Толкование это крепко. 26-27 стихи. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, подобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. Толкование. Не сказал, уподоблю его, но сам собой уподобится неразумному тот, кто верует, но дел не творит. Такой человек строит на песке, то есть на непрочном основании. Посему от искушения он и падает. Когда опрется, то есть устремится на него искушение, он падает падением великим. Из неверных никто не падает, потому что они и так уже всегда лежат на земле. Если падает, то верующие. От того-то и падение бывает великое, что он падает, будучи христианином. Не, сложный вопрос. Клатоуст? Конечно. Справедливо спаситель назвал такого человека безрассудным. В самом деле, что может быть безрассуднее того, кто строит дом на песке, подъемлет труд, но плода и спокойствия не получает, а вместо того несет наказание. А что и преданные пороху трудятся, то всякому известно. И хищник, и прелюбодей, и клеветник приносят много трудов и беспокойств. Переносят, чтобы свое нечестие привести в исполнение. Но от этих трудов не только не получают никакой пользы, но еще терпят великий вред. Так и Павел, апостол, намекая на то, говорит, «Сеющий плоть свою, от плоти своей пожнет тление». Галатам 6 глава 8 стих. Такому-то сеятелю подобны и те, которые на песке строят как то, на блуде, роскоши, на пьянстве, на гневе и на всяком прочем. Таков был, пример сейчас идет виблейский, Ахав. Ахав царь иудейский, кто не знает, он взял себе в жену Изавель, дочь соседнего с собой царства. Естественно, она была язычницей, это дочь царя соседнего царства. И она начала вводить свои порядки. Первым делом начала гнать пророков божих и убивать их. А он ничего смотрел. Не таков, но не таков был Илья пророк. Положивший в пороку добродетель, мы тем лучше увидим различия между ними. Илья построил дом свой на камне, а тот, Ахав, на песке, а потому и царем, будучи, боялся и трепетал пророка, который имел только одну милость. Милость, то есть кожая милость написана. Такая небольшая, короткая, шкурина была одета на нем. Не очень хорошо выделенная вся милость. Не милость, а милость. Таковы были иудеи, но не таковы апостолы. Потому последние, то есть апостолы, несмотря на свою малочисленность и на пребывание в вузах, показывали твердость камня. А те, при всем своем множестве вооружения, являя слабость песка, говорили, «Что сотворит человеком сим деяния?» Вот у меня был знакомый один работал, он стал православным. Был баптистом, причем диаконом и в Икутске. Был летчик сам, закончил в Барнамырске. Я же летал на самолетах, на истребителях. Потом по гражданской авиации работал, диспетчером. Он потом перешел к литеранам. У литеранов был. Литеране его хотели сделать тоже пресвитером. С которым крышу он проникал. Да, да, да. Рассказов Игоря. Очень хороший добродетельный человек. Трое детей, да четверо даже, трое мальчиков, девочка большая. Жена, живут они в камне на обеих. И он ушел потому, что когда его хотели рукополагать, его пресвитер из диаконов, у баптистов, он спросил о рукоположении, о преемственности. Ему не могли сказать. И он сказал, ну тогда какая может быть, если вы преемственность мне не показываете цепочку эту. Рукоположение написано же у апостола Павла. Все он отлично знал. И когда мы с ним беседовали о православии, он говорит, как же так, я вот никак не могу понять. Говорит, ну вы все правильно говорите. Вот каноны с ним. А для него вот эти книги, как для немцев, пунктуальность как приказ. Вот шесть часов, война закончилась, все готово. И он там в баптизме приобрел такие же навыки. У них там все так дисциплинированное вообще. Отправился я молодцом. Он говорит, я одного не могу понять. Как так? Вы же все правильно говорите. По канонам. Ходите там, благовествуете там. Ну беседы у вас там, занятия. Ну вы, говорит, как вот у нас вот все. Даже у вас как-то, говорит, это сплоченнее. Потому что у вас меньше. Поэтому у вас такая сплоченность. Такое братство. Прям мурашки, говорит, по коже. Ну почему, говорит, вас гонят, не могу понять. Я говорю, так потому что Христа гнали, когда он к своим пришел. И у вас так же должны быть. Если у вас кто-то есть, у вас есть такое, что так гнали? Он говорит, нет, у нас такого нет. У нас, если кто-то сказал что-то, там не то ему не нравится, он просто другую общину организует свою и все. И набирает себе людей. У них образуются другие, другие общины. И никто там не гонит между собой. Они паритетно живут. Дополняют как бы друг друга. И все. Я говорю, вот видишь, это значит, говорит о том, ну так можно сказать, что истина-то. Где? В православии. У нас-то есть те, которые гонят своих по вере. Да еще как гонят? С какой злобой, отчаянием. Прибегают к правительственным войскам, к милиции, сразу вызывают. Начинают пугать сразу. Как? Это надо куда-то заявить, вот как девушка на последнем благовестии. Увидала у меня это? Откуда, говорит, у вас наши книги? А они во всех храмах эти книги, и даже не только в храмах. Все распространяют, кто может, разные организации православные и так далее. Огромная партия вышла. И она, это у нас, они проходили. Откуда вы взяли? Я, говорит, не знаю, что здесь происходит. Посмотрела туда, там Сергей идет с книгами. Брат снимает. Она такая, вы снимаете? Ну снимайте, снимайте, вы доснимаетесь. Такая, все, она уже знает. Вы, говорит, какое-то зло тут делаете. Я уже поняла. И все. И теперь она, слово вышло из ус ее. И теперь ей только осталось просто вот так набрать телефон, позвонить милиции и все. И сказать, приезжайте сюда, здесь своровали книги, и раздают их. Или там продают. И все. Наручники обеспечены уже. Там никто разбираться не будет. Но слава богу, не приехали пока. Пока не едут почему-то, я не знаю. Пока только берут брата вот за штраф какой-то непонятный. Это вот же брат есть. Ну, брата, да. Ну его как, его попросили после благовестия, никто даже не задержал. А потом просто расспросили. Ну правда расспросили. А потом же кто-то позвонил. Да, да, да. Ну там однозначно, что его допрашивали по полной программе. Он рассказывал им то, что они еще не понимают. Но у них нету слуг антихриста. Слуги антихриста, они сейчас все учатся на теологическом факультете университета. Они еще не научились. Теологический, знаете, что такое? Тео. Тео это бог переводится с дечества. Теологический, значит, богословский. Богословский. Вот они все узнают уже. И будут тебе по глазам вычислять. Свой ты или не свой. По речам твоим, как Игорь Тетякова в психушке там определяли. Будет он верующий он действительно или нет. Очень странные вопросы задают. А Игнатия Тихоновича просто делали. Брали и кололи ему психотропные вещества, чтобы дурью с башки выбросить, а боги. Вот так вот до этого. Дойдут еще до этого? Нет. Или сразу начнут стенки ставить? Не знаем. Но мы видим постепенно вот эта злоба, гонение своих, оно увеличивается, увеличивается. И оно придет к своему завершающей фазе. И бояться этого не надо. Потому что Христос претерпел, почему мы должны лучше жить. Ну вообще как сыр в масле катаемся. Христос говорит, негде главу преклонить. Ученик не выше учителя своего. Ты так же погибнете все. Ну не так же все погибнете. Но претерпевший до конца спасется, написано. Вот и спасаться надо терпением. Ну понятно о чем он хотел сказать. Ну бодрствуйте, написано. Как вор приду и так далее. Поэтому вас тут оставляю. Это говорит он как раз о тех, кто сейчас пастыри. Ну я вспомнил, вместо писания не бойтесь убивающих тела. Набойтесь того, кто может душ погубить людей. Пониже еще, то тебя не видно. И погромче. Ну я наизусть не понял. Да, да, да. Не, ну правильно, хорошо сказал. Это вместо писания проходили мы не так давно. Евангелие от Марка проходили. То ли восьмая, то ли какая-то, я сейчас не помню. Не то, что не так давно, но проходили. И там говорится, первый раз говорится как сатана это. А потом переводят все, что все-таки это Христос, Господь. Господь это делает, Бог. Потому что Бог может и гиенни погубить, и погубить. А сатана, он не может погубить. Он может тебя затащить туда. Как бы погублен ты будешь. Но это все по упущению Божьему. А Господь же исцелить может, в общем-то. Нам-то не интересно, там раз погиб и все. А вот побарахтаться еще, как тот лягушонок. Помните, он прыгал-прыгал, молоко взбил, сметану. Потом видит, сметане полегче уже. Начал прыгать дальше, взбил масло и выпрыгнул. И все. И лягушонок живой, и масло поели. То есть не дали лягушонку щелбаната. Так и мы прыгаем, а Господь не дает никому касаться кувшина этого. Кувшин жизнь себе. Господь как-то хранит нас. Прыгаем мы в этом кувшине, и никто нам даже шелбанушку не даст. Игнат Тихонович говорит, я хотел бы, что все вы побывали в тюрьме. Поняли, что это такое? Я думаю, доброе вас было. Вы дорогой наш наставник. Я в тюрьму ходил долго, хочу сказать. Восемь лет я ходил туда. Даже в камеры заходил. Хочу сказать, пренеприятнейшее ощущение. Во-первых, ванизма страшная. У меня была специальная одежда ходить по тюрьме. После этого я приходил, и я пластом три часа, как статуя в гробнице, отойти не мог. Особенно если было много бесед. Люди там сидят из последних сил. Поэтому вопросы задают. Но не то, что духовные, а такие вопросы, которые могут полегче, чтобы было им пооблегчить. Я потом виделся с некоторыми. Говорят, что с нами поговорит кто-то, но не вот эти вот, не дубаки, не кто там. А просто люди с мира, представь. Они сидят в тюрьме. Некоторые по два года следствия. Вообще людей не видят нормально. Одни там. Я с офицерами, Игнатиг, с ними там разговаривал. Целые занятия проводил. Чтобы помягче были с людьми. Они же выйдут, будут трудиться. И я вот только видел, четверых. Трое работают. Работают дети у троих. Четвертый, правда, так себе. Такое, шалявали. Даже может быть больше. У меня только сразу в артели двое оказалось зэков. Которым я носил литературу. С Игнатиг начал беседовать. Рядом работаем. Ну что, читай. Вот тут стихи писания аналогичные. Урга 11-20. К Борщину. А он сказал, блаженный, слышащий Слово Божие и соблюдающий Его. То есть, тоже такой стих, что слышать мало, надо соблюдать еще на затхуде Христова. Чтобы устоять на камне. Это в начале, когда мы говорили. Ну, это 7-27. А, 7-27. Итак, 7-28-29. И когда Иисус окончил слова сии, народ делился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Толкование. Седьмая глава Божьей помощи. Ну, тут вот еще есть златоуст у нас. Можно почитать? Следовало бы, судя по тяжести предположенных заповедей, предложенных, и по высокости повелений народу болезновать и прийти в уныние. Но такова была сила Учителя, что Он многих пленил и привел величайшее удивление. И сладостью Своих слов убедил не отступать от Него. И тогда, когда перестал говорить. Даже и тогда, когда Он уже сошел с горы, слушатели все еще не отходили. Но все следовали за Ним. Вот сколь великой Он внушил любовь к Своим словам. Вот мне вот даже этого не надо видеть. Я это все видел сам здесь у нас в общине. Я видел, когда народу собиралось сколько. Я могу так сказать. Когда Игнатию Тихоновичу было... Знаете, где вот эта стела-то стоит? Правозащитником порядка напротив Родины. Это Россия кинотеатр. Вот Россия кинотеатр. И напротив такая стела черная стоит. И там УВД края называется. Знаете, УВД? Внутренний дел называется. Нет, памятник завершен, это ФСБ. Ну, рядом там. Это не рядом. Нет. Это напротив России. Вот Россия, знаешь кинотеатр? Да. Был когда-то, сейчас его нет. Напротив него УВД. И вот там огромный зал актовый. И вот Игнатий Тихоновича попросили выступить перед офицерским составом. О Конституции рассказать и президенте. Что он думает. И он подготовил о Конституции и президенте речь свою. И выступал. Короче, генералы сидят, полковники. Я ни одного лейтенанта не видел. Капитаны самые младшие. Ну, может, старлее были на заднем поваде. Сказали было 800 человек. 800 человек высшего состава. Приехали на курсы. И одни из них были курсы. Ну, надо было, видать, выступить кому-то из религиозной точки зрения. Библия, религия, православие, все вот это вот. Ну, это путинская, видать, была программа тогда. Это был 2000 год. И Игнатий Тихонович вот перед ними выступал. Ну, дали ему 15 минут. Вот он говорил, 15 минут. Говорит, как 5 минут останется, покажешь мне вот так вот, говорит, руку. Я сижу, ну, да, я за часами записываю его. Диктофон поставил. Все, сижу, записываю. Оглянусь, посмотрю, все сидят, слушают. И он говорил, гарант Конституции. Гарант Конституции – это президент. Гарант Конституции – президент. Готовый к бошку и готовый. Все, с одного пули. Френцу Иосифу Фердинанду пуля попала. Куда ему попала пуля? В голову попала. В шею попала. Перебила артерию. Как на грех. У него вот так вот был френч. Вот такой стоячий воротник. Вот здесь был небольшой вырез. Вот такой. Тут опять. И этот френч был из пули, не пробивая его материалы. Пуля прошла в одном миллиметре над стоечкой френча, которая выдержала бы удар пули. Задела артерию. Прям задела, отчеркнула ее. И у него кровь сочилась, сочилась и вытекла кровью из стекла. А первая, это вторая пуля. А первая пуля попала его жене, которая сидела в боках. И когда этот вытянулся, чтобы стрелять-то, она вот так привстала в этот момент и его перекрыла. И попала прямо в брюшную полость, прошила здесь вот эти все органы жизневажные. И все. И ее пытались спасти. Все, никого нету. Вот он и гарант весь вышел. И началась война. Тогда такая война. И все говорят, ну а можно было не воевать? Да в принципе ничего бы не было. Там у него еще этих наследников была куча у старика. Старик-то еще правил, он даже не помер еще. А развязали такую войну. Он всего лишь был принц, даже не царь. И уже развернул. Как может быть гарантом человека? Вот Игнативович про это и говорил. Гарант нашей жизни Христос. О Боге говорил. Какую роль церковь здесь играет, как это все. Ну вообще, вообще было интересно, конечно. Люди сидели, слушали. Вот краеугольный камень-то где. И люди еще после этого оставались, вопросы там задавали. И потом, ну вот Игнативович, если куда не захотел бы он попасть, он везде был общий язык нашел. Потому что его все знают. В милиции. Сейчас вот эти люди, которые полковники, капитаны, там майоры, они сейчас уже генералы некоторые. Вот почему мы в тюрьму могли ходить. Потому что тот, кто там был капитаном, его привозил. Потом майора получил, полковника. И уже генералом над тюрьмой командуют. Игнативович заходит, беседует с ним в кабинете. И он ему разрешает ходить по тюрьме. Кого не спросишь, кто еще мог ходить по тюрьме. По тюрьме нельзя никому ходить. Туда, чтобы попасть, тебя всего обшмонают, все. Нас никогда не смотрели. У нас даже груст не досматривали. А мы туда тоннами завозили. Мы могли туда чего только не пронести. Там пулемет можно было пронести. Пачки вот таких газеток. Их там тонны газетные пачки. Они потом говорят, слушайте, у нас все камеры обклеены вот таким слоем газет. А им холодно, там прям камень вот такой. Представьте, там зимой. И они газетками обклеивают, обклеивают на хлеб. Ну и правда теплее становится. А те приходят и срывают. А почему? А они под газетками делают дырки. И друг другу передают эти дачки там, называется посылки. Вот через какие-нибудь там хлебушек там, что. Вот прям по камерам эти дырки закрыли газетами. И они говорят, мы, офицеры, говорят, срывают все. И потом нам заплатили эти газеты. А милости было много, говорят. Ой, как хорошо было. Представь, открываешь газеты, читаешь. Там столько всякой информации. Есть чем заняться. Раз, глядишь, визельку прочитал, и день прошел. А день прошел в тюрьме, это знаете вам? Там компьютеров не будет. И главное, что там сидят рядом те люди, с которыми ведь я совершенно не хотелось даже на одном гектаре рядом сидеть. Да. А тут они. Так что слова Христовые действительно оставляют какой-то след теплоты. У нас вся община образовалась-то потому, что слушали слова Христовые. Но эти слова Христовые в толковании Иоанна Златоуста, блаженного Ферфилакта, из уст еще человека, который комментирует их, и который сам живет благочестиво, они такой фон оставляли вот этого света необыкновенный. Ты понимал, что ты освещен весь. Ты сидишь как во свете уже. Вот с тебя спадает эта пелена, как фильм «Кто-то матрица» смотрел. Ну, так фильм-то такой себе, но там большой намек. Там как это пришествие Антихриста, говорится. Но как раз как люди прозревают. Вот он бегает, живет, хорошо ему все там. И вдруг вот это прозрение страшное, этот мир, эта боль. И все не так совершенно, как ты ожидаешь. Да, ты живой. Но где ты живой? В каком мире ты живешь? И теперь надо с этим миром не просто биться до конца. А победить этот мир, победить сатану, и главное победить себя. Вот в чем дело. Потому что ты-то другой уже. Тебя мир сформировал другим паразитом настоящим, гадом и отребьем. А тебе нужно стать святым. А как известно, потому что Всевышний знает, что мы не можем быть святы, как Он свят. И однако Господь сказал, будьте святы, как Я свят. И люди пугаются этого. И когда начинаешь людьми говорить, что, а как же святые люди? Да мы разве исполним, это у вас одна такая община. Я говорю, да все от желания зависит, спасения. Как это у нас? Ну сделайте вторую такую общину, сделайте третью такую общину. Все от вас самих зависит. Еще вот Игнатигнович вначале говорил, он говорит, ну а кто-то говорит, а если вы рассеетесь, а Игнатигнович говорит, а кто знает, может Господь нас специально собирает, чтобы мы рассеялись. Рассеемся где-то, и кому-то станет совестно, или кто-то будет дальше деятельно трудиться, и там возникнет община, там возникнет община. А это будут уже братские общины. Уже мы не просто там будем из Борисполя вызывать кого-то, а будем ездить туда, или по скайпу, или где-то там, понимаешь, и вместе объединенно трудиться над миром. Вот что должно быть. Они и так законселировались все в одном месте. Создали какой-то камень, назвали сектусы, краеугольный камень. Мы же церковь, мы должны быть везде. Она вселенская, апостольская, великая, Христова церковь. Что мы можем в общем-то сказать про седьмую главу? Началась она хорошо, интересно очень, мне нравится. Особенно тем людям, которые хотят поставить вас к стенке, она очень хорошо начинается. Не судите, и не судимы будете. Это первые слова, которые говорят священники сразу. Не судите, и судимы не будете. А я хочу сказать, а суд-то все равно будет. Только если ты верный, ты на суд придешь, как свидетель. Суд не для тебя. Суд для тех, кто будет осужден. На береже приходят как-то. А теперь дальше. Если ты идешь за Христом, хочешь знать слова Христа все, и исполнять их, то, естественно, ты не судить будешь, а рассуждать будешь. Как исполнить эти слова? Поэтому Господь и говорит, будьте святы, как я свят. Будьте святы. Это не значит, что вы обязательно будете святыми. Будьте. То есть, это все время поводительный такой мотив, как бы. Трудитесь. Апостол Павел говорит, будьте святы, как я свят. То есть, уже ближе. Ну, я дополню просто, что как есть святые, которые для Господа трудятся, но даже есть большие враги, это сами же и верующие. То есть, как и апостол, кто там говорил-то, что говорит, что нет, больше врагов, я зла тоже говорил, да? Если, говорит, ну, где-то узнал человек, там, со стороны пришел бы, узнал заповеди Христовы, то лучше бы врагов бы не нашел, чем многие христиане. Православное. Вот я хотел стихотворение прочитать тут, очень поучительное. Извиняюсь за такую бумажку. Я не переписал ее. Перекречетай себе. Да, вот. Называется, это написал Родион Михайлович Березов, 1965 года. Как я понимаю, он баптистом был. Да. Я видел во сне, как враги бичевали Христа, Свестили бичи, умирала в отме красота, По телу страдальца Кровавые струи текли, А женщины слабые Плакали тихо вдали. О, как был унижен! О, как был изъязан Христос! Кто миру спасение, Любовь и надежду принес! Из тела святого Куски вырывали бичи, Глумились над Богом Безумцы, слепцы, палачи. Вот воин рукою Змахнул над Христом, Что есть сил. Не вытерпел я, И его в содрогание схватил. Чего ты хватаешь? Он крикнул, Бесстыдно грубя. И вдруг обернулся, И сразу узнал я себя. Глаза и лицо, Все мое, Неужели это я? И острая плеть Для бичей, Неужели моя? В холодном поту Я проснулся, Вокруг темнота. Так значит, Я жизнью своей Терзаю Христа? Любите друг друга, Ведь это Христовы слова. Но лишь суетою Забита моя голова. С терпением спасайтесь, Но я не умею терпеть. И резкость моя, Как ременная Жгучая плеть, Или ременная, И нежность, И кротость, Вот признак Хороших людей. А я очень часто Не лучше, Чем гнусный злодей. Мне нужно быть ангцем, А я как рыкающий лев. В душе очерствелой Не дал урожая посев. Как в зеркале верном Увидел себя я во сне. О, Господи, Что же для радости Надо бы мне? И Бог мне ответил, Безмерна моя благодать, Чтоб правильным быть, Надо слово мое соблюдать. Вот когда-то о врагах говорили, Кто есть враги. В первую очередь, Это я, Мир, Закон. То есть, Это все христианное. Спаси Христе. Здравствуйте. Ну, Покаянное такое все. Этот Родион Березов, Не поймешь, Тогда баптисты они такие все-таки были, У них покаянные какие-то чувства были. Сейчас все спасен, Все и га-га-га. И надо идти там, Разговаривать там. Когда вот работали мы в обществе, Баптисты, И отделенные баптисты, И пятидесятники. В общем, Конгломерат мощный. Баптисты ведут себя, Особенно, Которые, Не отделенные, А регистрированные. Просто кошмар, конечно. Какую музыку они слушают. То, что мы поем вот эти песнопения, Это отстой у них считается уже. И один пришел, Мне окна вставлял, И поставил вот такой телефон свой, Поставил вот так, И кнопку так только нажимать, И говорит, Ты не соблазнишься, Если послушаем христианские песнопения? Я говорю, А там есть такое песнопение, Где там рок такой бьет, И говорится, Сатана, язык и вон. Он такой, Ну да, есть. Я говорю, Тогда я соблазнился. Не надо. Там кошмар, Что творится. Такими басами. Я говорю, Они, говорю, Поют, Сатана, язык и вон. В этот момент, Сатана ходит их, Вот так гладит по головке, Они вот такие, Сатана, язык. То есть, Переходи к другому теперь. Это просто ужас какой-то. Хурение всей музыки. У нас сколько осталось? Прошло еще 45 минут. 45 всего прошло? Ты бы не трудился, брат. А ты начинай читать, Сергей. Я перетрудился однозначно. Начинай главу. Это так. Восьмая глава, Первый стих. Ужас. Нормально. Когда же сошел он с горы, За ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, И кланяясь ему сказал, Господи, Если хочешь, Можешь меня очистить. Толкование. Рассудительный прокаженный, Рассудительный прокаженный, Чтобы не воспрепятствовать учению, Не взошел мой гору. Но когда Христос сошел с горы, Он поклонился ему, Показал великую веру. Он не сказал, Если помолишься Богу, Можешь меня очистить. Но, Если хочешь. То есть, Он к нему как К Богу обратился. В этом его вера. Так вот, Подбудил. Ну, А Златоуст говорит, А что, Если мнение прокаженного, Скажут, Было погрешительным? В таком случае, Христу надлежало бы Его опровергнуть, Изобличить и исправить. Но сделал ли Господь это? Нет. Напротив, Все слова прокаженного, Он подкрепляет и утверждает. Потому-то и не сказал, Очистисься, Но, Хочу очистисься. Так что, Это понятие о могуществе Христовом, Становится уже, Не мнением прокаженного, Но мыслью самого Христа. Апостолы не так говорили. Как же? Когда весь народ изумлялся, Они говорили так, На что вы смотрите? Что этот силою, Или властью, Нашей, Сотворил, И ходит, Нет, Свои, А, Ну-ка, Деяние 3 глава 12 стих, Вон Библию, Вон Библию. Деяние 3 глава, Нет, Деяние 3 глава. Вот эту на. Библию не надо. Деяние 3 глава 12 стих, Я просто слово забыл здесь, Не погрешу еще. Деяние 3, 12. Увидев это, Петр сказал народу, Мужи израильские, Что дивитесь Ему, Или что смотрите на нас, Как будто мы своею силою, Или благочестием сделали то, Что Он ходит, Когда Он тоже. Господь же, Хотя часто скромностью говорил, И при том много такого, Что ниже Его славы, Но здесь, Чтобы утвердить мысль о своем могуществе, Он говорит пред слушателями, Изумляющимися Его власти, Хочу очистись. Хотя и прежде творил многие великие чудеса, Но, Как известно, Таким образом никогда не говорил. Но здесь, Чтобы подтвердить мнение о своей власти, Как прокаженного, Так и всего народа, Он прибавил, Хочу, И своего слова не оставил без исполнения, А подтвердил его, И последовавшим тотчас же делами. Если бы Он несправедливо сказал, И произнес богохуление, То делу надлежало бы разрушиться. Но теперь природа, Получив повеление, Повинуется. И повинуется с надлежащей, И даже с большей скоростью, Нежели, Как говорил евангелист. Слово, Абия не выражает той скорости, С какой совершается дело. Далее спаситель, Не просто сказал, Хочу очистить, Но простер руку, Коснулся его, Что особенно достойно исследования. Для чего спаситель, Очищая его, Хотением и словом, Еще прикоснулся рукой. Кажется мне, Не для того, Чего другого, Как для того, Чтобы и тем показать, Что Господь не подлежит закону, Но выше его, И что для чистого, Нет ничего нечистого. Так Елисей даже не посмотрел На Неймана. И даже тогда, Когда узнал, Что он, Не вышедший к Нейману, И не прикоснувшись к нему, Тем самым, Привел его в соблазн, И тогда, Строго соблюдая закон, Сам остался дома, А его послал измыться в Иордане. Но владыка наш, В доказательство, Что он исцеляет, Не как раб, А как Господь, Прикасается рука через, Вы понимаете, О чем идет речь, Здесь в Ветхий Завет берется, Самый, Один из высших пророков берет, И по закону, Нельзя даже, Близко подходить к прокаженному, Ибо и воздух от него, Как бы, заражен. И поэтому, Не чистые, Прокаженные, Ходили вот так, Одевшись, Когда проходили мимо, Селения, На каком-то там расстоянии, Сколько-то локтей, 50 что ли, У них прорезь только для глаз, Они наклоняли лица, Шли только в прах, Смотрели, И у них был позвонок, И они, Звонок, Позвонок звонил, И они шли и говорили, Нечист, 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 Повторяли все время, Нечист, Для чего? Чтобы человек, Не дай Бог, Рядом, Не прошел, И заразился этой заразой, И понятно почему, Одного заразил, Второго, Третьего, А где бойцы, Где молитвенники, Все что, Умирать готовы уже? Ну, Ты пострадал где-то, Теперь дай другим пожить, И если это только случалось, По закону, То его камнями побьют, Поэтому и пророк не вышел, Однако не имам, Один, Единственный человек, Который спасся от проказа, И здесь Господь теперь, Господь как поступает? Как владыка, Прикасается к нему, Вот в чем дело, А эти, Так называемые свидетели, Как бы от имени Иеговы, Говорят, Что Господь, Ну это просто какой-то Сын Божий, Он не Бог, Ну а как тогда он все это творит? Чем? Вы что, Хотите из Христа тогда сделать Идола человеческого? Если он будет судить мир, То как? Идол, Идолище позолоченным Будет сидеть перед нами, Что ли? Нет, Это судья великий, Единственный, Которому Господь Иегова отдал Все написано В руки его, Об этом читаем И послание к евреям, И еще Колоси нам читаем, Сила вся у Христа сейчас Передана Богом Иеговой, Да? Ну вот еще, Когда я общался С свидетелями Иеговы, Так называемыми, Да, Они говорили, Что Христос Это не Бог, Это Сын Божий, Они признают, Что это Сын, Но не Бог, Потому что он, Нигде в Библии не сказано, Что он повелевал себе кланяться, То есть, Нигде в Библии такого не найдете, Ну понятно, Он не повелевал, Но здесь читаем, Прокаженный, И кланяясь ему сказал, Господи, Прокаженный поклонился, И назвал его Господом, Богом, И что Христос, Если он действительно не Бог, А Сын Божий, Как хапостол Петр в свое время сказал, Не кланяйся мне, Ты еще кланишься, И такой же человек, Да, Это 10 глава, Почему в этом случае, Христос ему не сказал ничего, Более того, Усухубил даже, Убил, Хочу очистить, Он говорит, Бог, Очисти, Если хочешь, Можешь меня очистить, Хочу очистить, А если зрители Игова так трактуют, Надо было бы ему ответить, Я не Бог, Я не могу, Вот, Как и Иоанн Креститель ответил, И сказал, Нет, Я не пророк, И сказал, Ты не отрекся, Почему, Потому что его называли именем пророка, Господа пророка, Именно который будет как Моисей, И он сказал, Нет, Я не такой пророк, Они его именно об этом спрашивали, А он был пророк, Да, Он был высший пророк, Высшего не восставало людей, И кажется, Ну а что он сделал такого великого-то, Вот Иоанн Креститель, Возьмем, Там чудеса такие от пророка, Вогонь там снизводили, Вот, Елисея чистого прокаженного, Там мертвых воскрешали, Что сделал Иоанн Креститель, Спросим, Ну, Он последний ветхозаветный пророк был, Поэтому он самый великий, Он уже даже не ветхозаветный был, Он уже переход, Да, Его переход был, Как у нас сейчас нету жертв, Которые надо приносить Богу, А что мы приносим? Жертву хвалы духовную, Так Иоанн Креститель был пророк духовных людей, Духовных, Молитвенных, Те, Которые, Как говорит Господь, Будут искать Бога в духе и истине, Вот кто, Помнишь, Тамарянке он говорил, Четвертая глава, Евангелия от Иоанна, Помнишь? Да, Поклоняться на Бога, Поклоняться в духе и истине, Вот это был Иоанн Креститель, Величайший пророк, И теперь мы смотрим на него, Никаких чудес не сотворил, Но он обличал, Он стоял за Господа, И до конца говорил все слова, Причем он, С кем он бился больше всего? С книжниками и фарисеями, Со своими, И свои, И его не приняли, И он был назван светом, Но не с большой рукой, А с маленькой, Представляешь? Светом назван был пророк, Человек, Для нас всех светом, Значит есть люди, Которые с маленькой буквы свет для нас, Которые освещают, Вот Игнатий Тихонович Лапкин, Однозначно такой человек, Наставник духовный, Который имеет свет от Бога, И он освещает словами своими, И вот все, Что мы сейчас тут с вами говорим, Толкование, Златоуст открываем, Правила у нас, Книга правил, На всякий случай лежит, Почему? Потому что мы православные, Мы живем по правилам, Вот этим, И если кто-то, Почему нету на нас таких восстаний великих? Ну там где-то шушукаются, Там в трикотом сидите, Там еще что-нибудь такое, Одна борода на бочок, Там что-нибудь, Голова не мытает, Ну придумают, Что-нибудь такое, А ничего по канонам-то выдать не могут, Ни один, Почему? Да потому что вот занимаемся мы канонами, Вот с братьями рассматриваем их, И просто волосы на голове шевелятся, Пришлось нам постричься по ним, Чтобы не видно этого было, Что Бог уготовает сейчас священно началью нашему, Митрополитам, Епископам, Пастырям, Духовным батюшкам, И дьяконом, И же с ними, За все то отступление, Которое они тут сотворили уже, Сколько канонов нарушается спокойно, Сколько людей нарушают каноны, По их молчаливому, И гласному согласию, Ничего не творят того, Чтобы показать милость и истину, И суд и истину, И милость, которую Христос говорит, И Господь, Вот нам сейчас показывает, Как нужно вести себя, И словом, И делом, Все делать, У них ни слова, Ни делом, А фарисеи были такие, Много говорили, И написано, Но и перстом ничего не делали, Один даже, Чтобы это сделать, Что говорили, А Господь говорит, Вот что вам фарисеи говорят, Книжники, То исполняйте и делайте, Но по их делам не поступайте, Почему? Потому что они преданием старцев, Все заменили, Не похожи на наше сегодняшнее православие? Откуда взялось монашество? Все перетекло плавно в монашество, А все, что мирское сейчас, Плавно перетекло в поклонение, Тем людям, Которые защищали нас от фашизма. Господь, Ну, силой какого-то, Не знаю, Домостроительства своего, Судьбы какой-то непонятной, Оставил этот коммунизм. Как он оставил его? В других странах, Он осужден давно, Как фашизм, Наравне с фашизмом. У нас коммунизм. Коммунистическая партия, Люди голосуют, Идут, Один стоит, Коммунист, Главный, Что-то там вещает такое, Говорит президенту тут, Что нужно делать там, Эй, Эй, Коммунисты! Как вы не висите на осинах, Ничего не понятно еще, Как иуды все. Сколько вы убили людей-то, Верующих? Вам даже знать нельзя, В телевизор выходят, На всю планету вещают. А почему? Вот эта война, Помогла им. И, главное, Сейчас, Руками верующих людей, Ну, Батюшек там, И так далее, В священноначале, Повышается авторитет, Этого коммунизма. Ну, в чем дело? Это вообще никуда не годится. Ой. Да. Я тут сегодня включал, Брата Никите, Беседу, Андрея Смельягина, Я тебя тоже, наверное, включал, Со священниками, Там 4, что ли, священника было. Угу. И вот они, Главное обвинение ему ставят, Что, Почему он не православный, Говорит, Православная церковь учит, Клясться, Православная церковь учит, Идти на войну нас, Защищать от чечества. А ты, говорит, Своё тут учение придумал, Сектанты, Раскольники. Толстой, Говорит, Толстой. Уже к Толстой, Семного его привели. То, что там, Златоустая, О клятве сколько говорит, Мне кажется, Не одну суть, Может, Даже проповедей сказал, За все 12 томов. Там, О войне, Что Господь, Говорит, А я, Говорю, Любить врагов ваших. Это всё по Богу. Это, говорит, Православная церковь не учит. Это всё сектантское, Со стороны пришло. А вот православная, То, что сейчас она есть, Это вот всё считает православное. И всё, Его уже в сектанты записали, Всё, Ты вне церкви уже, Вроде всё, Тебя учат. Гонение воздвигнуло. Да, есть. Ну, и там, По другим вопросам тоже. Ну, Это просто один из примеров, То, что мы сейчас говорим. О том, Краеугольном камне Христе. Христа гнали, И должны быть свои В церковь. И церковь есть, Вроде бы, Кажется, Как так? А где церковь тогда, Получается? А написано, Церковь, Она всегда святая, А и через недостойных пастырей Освящается человек. Говорит и златоусты все, А недостойные пастыри, Такие, Которые даже не крещены, И каноны, Их извергают из сана. Единственное, Что на них только нету, Теперь обмучительного слова, Высшестоящего начальства. Мирянин не может обличить. Может, По канонам написано, Может обличить Мирянин. Вот так вот. Но должен быть опять же суд. Суд, Когда это будет? Говорят, Вот в московской полиархии Этот суд есть. А вот в зарубежной церкви Суд этот действует, Действительно есть он. Но так как там Постоянное крещение троекратное происходит, Таких, Ну, Каких-то явных отклонений нету, Потому что, Ну, церковь существует, Как при царе-батюшке. На тех же основах она. Ну, и мы относимся к ней, Считаем себя чадами В зарубежной церкви православной. И нам хорошо. Совестность не отличает. Хотя, если где-то скажешь, Это еще американские, А сейчас Америка не в почете. Ох и тяжко нам. Это тебе даже не Украина. Представьте, А у нас еще Нью-Йоркский и Монреальский. И ты митрополит. Нью-Йоркский и Монреальский. Это как все равно, Что как во времена войны, Ты бы сказал, Что у тебя дядя в Берлине живет. И посылку ему на туда отправил. Нам в этой Как раз и тысячи-то люди. И священники, и другие. А что вы не говорите, Что вы зарубежная церковь? Что вы все? Типа православная, православная. Говорите, что зарубежная. Ну, тут раз на крещение-то тоже. Да. Ах, все-таки они нас вычислили. Ну, что говорит, мне табличку повесили. Ну, никто не ожидал, конечно, Такого подвоха от нас. А мы сидим спокойными. Наша сила сидеть спокойно. Сестра, верно же? Раиса Николаевна. Да. Сидит спокойно, и все. Служит Слово Божие. Да, нет, у нас спокойно. Ничего не скажешь нам, Слово-то? Сидеть спокойно она не может. Тихая, как мышка. Пример никакой не хочешь привести? Ой, у меня сердце тоже болит, болит. С сыном поразговаривал. Вот они крестились. Как вы крестились? Да, мама, да везде коммерция, Везде коммерция. Значит, пришли к священнику, Он нас побрызгал. 600, 500 рублей взял с нас. Я говорю, ну, ничего не сказала. Ничего не сказала, Никакой беседы не было, ничего. Вот, скажи, развалилось у меня сердце. Вот не могу. Это недавно было? Да вот, мне как-то есть. Это, покрестились-то они уже давненько. Ну, так, как он сейчас родился еще мальчик. Ну, ага. Я говорю, крестить вы должны. Я еще хотела, вообще-то, Ну, я с батюшкой побеседовала, Он говорит, зачем вам в Тулу ехать? Там, говорит, есть монастырь, И там, говорит, старица, Это наставник-то, В монастыре. И он, говорит, порядочный человек, Я, говорит, его знаю, И можно к нему обратиться, И он, говорит, покрестит, И это самое, у него короляция. А он где у тебя живет? В Калуге. В Калуге. Рядом с Тулу, да? Да, Калуга и Тула, там это... Ну, там два часа есть. Восстание. Что такое два часа есть? И вот он, говорит, Да какое-то крещение, говорит, Он даже не побеседовал. Он даже побрызгал нас, говорит, Крестики на нас надел, И все, и до свидания, И кто мы такие, И он, кто такой, Мы понятия не имеем. Ну, что это такое? Я говорю, ну, как так? Он же должен вам как-то объяснить. Во имя кого вы креститесь? Как, что, чего, к чему и до чего? Никаких разговоров. Я говорю, так, ну, это разве крещение? Ну, это ж не крещение. Это просто профанация, говорю. Я говорю, вам надо перекрещивать Совсем до одного. У порядочных людей, У истинно верующих, Которые все знают, понимают, И у которых, чтобы вы Исповедовались и причащались. Ну, вот прям вот не могу, Вот у меня болит сердце, думаю, Господи, вот так вот вся страна и погибает. Просто погибает вся страна. А они пошли креститься-то, Ребенка захотели покрестить? Да нет, еще ребенка не было, Они крестились. Нет, это уже у их, У их дочери ребенок-то родился, Они до того еще крестились. Ну, прошлый год, что ли, Или позапрошлый год. Правда, может, крестить, получается. Ой, и вот, ага, И говорит, сел в машину, И уехал, и все, И не до свидания, не прощай. Я думаю, ну, как он, Ну, страна гибнет, Вот факт налицо, Что страна погибает, Люди ничего не знают, Не понимают. Ну, как, почему так себя не ведут? Ведь они же священники там, Наставники, Ну, как так можно Вот с людьми обращаться, Я вообще не понимаю. Я вот просто, Я вот иной раз долго не сплюсь, Я так все думаю, думаю, Господи, Ну, как вот, Как народ будет спасаться? Как народу жить-то? Как, ну, вообще без Бога Люди живут совсем без Бога. Бога не боялся, говорит, Судья жил, И людей не стыдился. Не понимают, судьи ничего вообще. И все. Бога не боялся. До них были уже книжники и фарисеи. Вот сейчас мы о них говорим. Из фарисеев были священники, Из фарисеев были первосвященники. Придумывали свои правила, Которые легко было исполнять. И придумывая их, Чтобы можно было затмить народ, Любили председания в синагогах. И написано, Пророки пророчествуют ложь, А священники правят посредством всей лжи. И народ мой любит это. Почему? Народу тоже хорошо баранинку постную есть в пост. Сметанку не очень жирную, Тоже постную. Нормально все. Великий пост, Стою на остановке. Только первая неделя поста идет. Поднедельник, Вторник, Хожу, молюсь утром. Стоят бабушки на остановке. Я тоже. Бабушки разговаривают, Одна другой говорит. Я стою молча. Думаю, Как бы раздать визитки наши. И окрещение материала. Одна другой говорит, Ой, ну наконец-то, Хоть начался этот пост. Сейчас домой приеду. Надо молодежи-то своей, Что-то сегодня приготовить. Но я уже взяла баранинки попастнее, Говорит. Прям не единый, Прям жирка никакого. Говорит, Сейчас из постной баранинки, Слюбно леплю пельмешек. По посту им. То есть я не от винта, Говорю, Вот то, Что перед этим. Меня вот как сколыхнуло. Это еще был первый год, Я только, 96-й год был. Я прям кинулся в эту толпу бабушек. Говорю, Так пост, Говорит о том, Что поститься надо. Мясо вообще есть нельзя. Ни молока, Ни мяса, Ни яиц. Рыбу нельзя. Даже растительное масло нельзя. Запрещено. Канонами церковными. Они смотрят на меня. Бабки как столпились. Человек 30 вокруг. Только вышли, Вот там на остановке стоим. Там выше Никитиной. Они вообще, Ир, Они слушают, Рот открыл. Ну, Открыв. Ну, Я вот начал. Матрис. Ну, В общем, Все благовествовать. И вдруг проходят две бабки такие. Тун-тун-тун-тун. Потихонечку идут такие, Одна за другой. С такими вархамушками своими. Черненькие. Монашки так называли. Иннокенни. Мимо раз проходят. Загрянула одна такая. Крысочкой. Хоп назад. Отошла так в сторону. И кричит. Это кого вы слушаете? Это же лапкинцы. Это сектанты. И кричит это полукрыса, получеловек. И бабушки все раз рассосались. Осталось три, может, бабушки, которые не поняли ничего. А другие к ним еще подходят. Вы что делаете? Отдайте ему обратно. Отдайте ему обратно. Я визитки раздал. Еще у нас были на бумажках. И вот сейчас вот эти пожары. Даже визитки не было в визитах. Просто материалы были. Вот эти пожары сейчас идут. Вот я читать-то ничего не читаю. Только слушаю. Когда слушаю, слушаю. Потом остановлю и размышляю. Думаю. Но люди совсем не знают Бога. Вот совсем не знают. А ведь сколько людей, которые верующие были. И как они вот просили Бога, какое-то там событие такое. Какая-то беда наступала. Как они все молились. И как-то Господь все останавливал эту беду. А вот сейчас думаю. Вот такие пожары. Такое все горит. Да если бы вы, люди, знали бы Бога. Да вы бы все-то вышли бы. Все-то вышли бы. Да упали бы. Да со слезами бы молились. Да просили бы Господа Бога. Да Господь, может, дождь бы и пролил. Да и заптушил бы этот пожар. Но ведь этого же нет. Нигде же этого нет. Люди вообще не знают Бога. Ну вообще. Даже нигде. И потому на страну на нашу все эти беды и все скорби. И все идет. Потому что Бог попускает это. Люди Бога вообще не знают. И это единицы только знают. Вот именно единицы. Которые даже вот ходят в эти храмы. Они действительно как-то говорили, что смета этот баранин. Вообще не стали говорить. Я вот со своими бабками там. Стану говорить о них. Да какой там Бог. И без Бога. Мы и так плохо живем. Какой там пост, говорит. Я и так всегда постуюсь. Постуюсь. Всегда постуюсь. Я говорю, да потому вы. Мы так и живем. Потому что мы Бога не знаем. Не призываемся. Не молимся. И мы вообще ничего. Вообще и слушать даже не хотите. Если вам станет. Я их спрашиваю бабушек. Я говорю, ну вы посту идите здоровье. Молочко-то пьете. Да какое там сейчас молочко. Все разбавлено водою. Да, да, да. Ну маслица кушаете. Какое там маслица. Откуда там маслица. Все из нефти. Ну колбаску-то кушаете. Да какая там эта колбаска вся из бумаги. То есть кушают. Ну конечно. И бьют, и кушают, и мажут. И все остальное прочее. Даже не намекай на пост. Они даже слушать не хотят. У нас тут был вот горят дом. Вот тут дом, который за нами. Там был другой дом. И он загорелся было в 97 году. Зимой посреди стрескучих морозов. Я смотрю отголоски пламени. Было тут как назло. Ни одного окошка на этой стороне не было. А у нас домик там бабушкин был верхненький. Покрыт прям руберойдиком. Ничего больше нету. Я как выскочил, как выпрыгнул из валенков-то. Вот так вот. И стена пламени через наш дом. Прям вот так бьет сюда. И все осколки какие там летят. Все. Прям на дом. Прям на крышу летят и летят. Я лопату взял. На крышу это там забрасываю. Какие там вот осколки падают. Что там дымится. На крышу лопатой бросаю, бросаю. Кого там набросаешь? Я забегаю уже. Марина. Марина уже собирается. Я собираю все паспорта. Все остальное. Я говорю, в сумку набери. Бабушка, давай выходи. Вставай. Вот тут вот бабушку поставили старую. Марина, давай на колени говорю. Псалмы начинайте читать. Говорю, с первого псалма и читайте. А я говорю, пошел крестным знаменем. Сейчас буду до воскресных бог. И бегать, говорю, как оглашенный тут вокруг. И я до воскресных бог бегаю. Крестные знамени. А до воскресных бог до восстачатся на Россию. И вот так вот бегаю. Раз тут пожарники подъезжают. А уже все. Крыша уже вся дымится. Я там, чем можно, уже все невозможно. Я говорю, как только загорится крыша, я забегу вам. Скажу, говорю, выведем вас бабушку. Все, и убежим. Все. Марина там набрала все. А делает, стоит и молится, молится. Псалмы читает. Я помню, на каком. На восемнадцатом, что ли, в псалме я пришел. Когда пожарники приехали. И пожарники здесь, как давай, они со шлангами. Ну, мужественные ребята. И поливать начали. Их, короче, отстояли. А языки пламени охватывали полностью весь дом. Как ничего не загорелось. Ну, только по молитвам. То есть, по молитвам. Потому что моментально я только вышел. Оно еще чуть-чуть начало разгораться. А уже позвонили. Сказали, что позвонили. Я выскочил на улицу. Позвонили. А я мечусь туда-сюда. Ничего сделать не могу. И сердце болит. А потом думаю, да что я делаю-то? Надо защитный Христов сделать и все. Что я ничего не смогу? Я говорю, это точно проверка. И главное, мне так понравилось. Марина, ни слова не говоря, вообще не полслова. Только побледнела немного. Взяла так псалтырь и пошла. С бабушкой читают. Бабушка стоит. Ой, 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 ой. Ой, Господи, Господи, Господи. Ну вот везде такие беды. Вот везде такие. Вот во всей стране такие беды. Но нигде даже никто не скажет, что почему люди не выходят, не молятся. И Бога-то почему не просят? Ну почему? Но обратились бы к Господу Богу. Ну а вот вы заметили, Путин сколько говорит, ни разу не сказал Слава Богу. Ни разу. А везде стоит со свечкой, все, и ни разу Слава Богу не сказал. И священникам. И Медведев такой же. И когда подходит Патриарх, они к нему подходят, он Путин, он не знает, какую походку к Патриарху применить. Он так ходит, таким бодрячком, когда выходит. Ворота такие здоровые открываются, а тут отходят. Тунь-тунь-тунь-тунь маленький, кажется, такой человек. Богатыр выйдет, вау, с хоккейной клюшкой огромной. Не, вот такой малый, и вот таким бодрячком. А к Патриарху подойдет, как-то корявенько вот так вот все, что он, что у Медведев. Ручку что-то ему там стараются, не знаю, что с ним сделать. А ему руку целовать надо. Зашел от Бога вестник тебе. Патриарх. Так вот. А они, ничего нету у них. Но, зато Путин кланяется и делает крестное знамение в сто раз лучше или в тысячу, чем Патриарх. Или любой там, кто метрополит стоит. Патриарх вообще он не умеет. Патриарх вообще что-то... Да, 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 да. Фигушки вот тут лепят какие-то. А Путин четко, четко Путин прям молодец. Вот в этом плане. Но он военный, он чистый фашист. Ему сказали закон, значит закон. Все, ему как показали, кто-то там по правилам показали. И он так и делает. И даже на Патриарха не смотрит. Я так понимаю, Дунь, ну Патриарх немощный, пузенько, нызенько, блызенько. Ничего, короче, нету на нем. Как выбрали, непонятно. Не видит, не слышит и не может ничего и говорить о Христе. И вот четыре часа было, он там Путин наступал, четыре часа вопроса ему задавали. Ну вот хоть бы кто-нибудь бы, кто-нибудь бы сказал бы, что пока Бога не знаем, значит так и будем жить. Так и будем жить. Еще хуже будем жить. Никто не хочет молиться, никто не хочет Бога просить, никто не хочет к Богу обращаться за помощью. Ну никто, никто, ни один человек. Раиса Николаевна, слушайте еще раз внимательно. Пророк Иеремия, 6 глава с 30 по 31 стих. Пророки пророчествуют ложь. И священники правят народом посредством этой лжи. И народ мой любит это. И дальше идет следующий вопрос, следующая речь Господа. Что вы будете делать после этого? Вопрос стоит. Бог спрашивает. И что вы будете делать после этого? Бог все знает о них. Не надо жалеть никакой народ. Вот у меня мама. Ой, никто ничего не знает, я поэтому стою в храме и всем рассказываю, куда нужно ставить свечки. Я говорю, и куда же, мама, нужно ставить свечки? Это ты что так с матерью разговариваешь, юрорствуешь там со мною? Я говорю, мама, а я действительно не знаю, куда ставить. Вот мне совершенно фиолетово, куда там свечки ставить, за кого я не ставлю их. Это, конечно, у вас такая община одна на всю вселенную. Да. А раз ты веришь, что одна на всю вселенную, так делай такую вторую, а не надо сатане потыкать там, я говорю. И вот так прямо она, ах ты так, бросила трубку. Через день, Марина заходит, Марина поругался с мамой, все. Да ну не может быть, точно звонок. Подхожу, беру трубку, что такое, мама? Да я это, у нас как всегда в семье итальянская семья. Да, я немножко тут это, что-то, ну так, ты на меня, я на тебя, ничего. Так что ты там говоришь? Я говорю, мама, перестань сатане потыкать, прошу тебя. Я говорю, я тебе расскажу, почему я так думаю. Почему? Документальный фильм смотрю о войне, называется Труженихи тыла во время войны. Как людей гнобили до конца уже, и люди на все шли. Сколько миллионов снарядов там выпустили и так далее. И я говорю, я вспомнил бабушку. Бабушка, вот она, продукт, мама родилась в 44-м году. И бабушка продукт этой системы. Она вспоминает только 44-й год, как было тяжело, как вот все нужно было отдавать, нечего было есть. И все куда-то, ну надо, 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 надо. Я говорю, и все, и бабушка сейчас где? Она в аду находится. Молиться не молилась, в церковь не ходила, о христе никому ничего не рассказывала, потому что ничего не... И знать не хотела, вот что дело. Сесты прям приходили, она лёжно лежала, с ней разговаривали, она, а, баб, я ничего не понимаю, что вам нужна, а, а, вот так вот пракала, все и все. И даже помолиться о ней нельзя. Я говорю, а ты, Господа призываешь, ходишь в церковь, там, внучку наставляешь, там, читаешь ей Библию, и занимаешься таким делом, что после которого тебе помолиться даже нельзя, говорит, мама, о чем буду молиться я, скажи. Бабушку потеряли уже, дедушка помер, тоже, это, неверующий был. Один за другим все неверующие, неверующие, и тебя наставляешь, наставляешь, сюда приезжаешь, тут сколько, пропоедите, я ведь читаю. Игнатий Тихонович с тобой беседует, батюшка беседует, до крещения тебя доводят, и ты все-таки занимаешься нечестиями, занимаешься этим. Зачем этим людям говорить что-то в церкви, если ты такая умная? Останови ты их на пороге, и заранее расскажи им все. Не так много там рассказывать. Мальчики налево, девочки направо. Все, и больше ничего нету. Нет, ты стоишь в церкви, умничаешь. Еще и продаешь там, это, свечки. Да я не продаю, я просто стою рядом, контролирую деньги. Это называется, понятно, как шутро? То есть, деньги ей кладут вот сюда, а там берут, а сдачу как? А сдачу надо сказать, ну возьмите там сдачу сами, а нету там еще что-то, ну придется поковыряться вам отдать. Это что, не торговля? И вот так Бога пытаются объегорить, обмануть, как хочешь, обкрутить. А приходят священники, и что? Как вы там все делали? Вот так вот так? Молодцы, правильно, нас так в семинарии учат. Чтобы и вашим, и нашим. Это предание старцев, это обман великий. Проповеди бы надо заставить на всю Россию, на всю Россию, на весь мир. Заставить проповеди только Игнатий Тихонович. Я вот сейчас слушаю его. Больше никого нельзя? Нельзя, нельзя. Я такой тоже вывод сделала. Я вот слушаю, сейчас его пробую делать по этому. Думаю, ну вот, этот, а патриарх-то я его сколько раз слышала, да он ничего толком не говорит. Он даже слово Бог-то редко говорит. Да. И вот думаю, вот если бы его поставили бы, мне кажется, люди какие-то бы все равно будут. Ну конечно, однозначно. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Да, больше не появляется. Конечно. Ну ведь, ну взяли бы, поставили, прекрасно знают, что такой проповедник есть в России. Что он может говорить, что он всю Библию знает наизусть, всех святых знает наизусть, все наизусть знает. Да он бы такие проповеди делал, что люди вообще бы, не знаю, как бы были благодарны. Я так думаю. Вот я хочу так, чтобы он поставил бы его проповедником на всю Россию. У вас всегда были такие, то вы переписывались с этим, с кем там вы переписывались-то, который сидел там, Березовский или там кто там, кто еще там что-то вы делали. У вас чего только не было. Кто звонили куда-то, чтобы Игнать Игнатьича на телевидение. Ну нету этого, все, и не будет. Это все равно, что апостолу Павлу сказал бы Нерону, ну что ты везде от меня бегаешь? Сейчас будет амфитеатр, гладиаторов не выпустим, а тебя выпустим и говорит, и проповедь о Христе. Нерон такой, молодец. Куда там львов пускаете? Ничего не слышно. Апостол Павел говорит тут. А там еще апостол Петр, можно он? И давай его сюда. Ой, а я бы его поставила. Да понятно дело, и мы бы поставили это с вами с удовольствием. Но нету этого. И поэтому Сережа идет за полчаса до этого и идет сюда и вас, и Саня. Петиту Путину бы, послать бы Путину. Путину заехали в президентскую библиотеку, отдали книги, сам Игнатий Тихонович. Дальше что еще? Кадырову даже отдал еще. Сейчас Кадыров обратится, скажет. Тут Игнатий Тихонович нам книги прислал, мы начитались и стали христианами. Нет, давайте трудиться там, где мы есть. А вы над своей душой будете трудиться. И нам благовестие и так далее. Господь каждому заповедовал трудиться. Не надо Игнатия вообще где-то сказать. А то придумали Игнатия Тихоновича, бросили под такой паровоз, как будто он не знает. Он готов на это, как бы. А с другой стороны, непонятно ничего. Представьте, на весь мир, вот тут и уже убийцы придут. Потому что сразу тут по наеду, знаете, сколько прихлебателей под это дело? Это же не просто так все, вы только подумайте. Ну конечно, вчера я тоже слушала по радио, как этим голову опять отрубали. Мы просто далековато от этого места, так бы нам уж давно порубали бы. Но Господь дал в Барнауле организоваться в общине христианское, вообще православное. Невероятно просто. И самое интересное, я иду вот по этой улице, отсюда вниз, и прохожу мимо. А я родился, это 99-й, восточная, 99-й, а я родился номер 3-й, восточная. Под стук колес, у меня дедушка паровозником был. Я прямо около пивоварки там жил, и там родился. И там первые мои года прошли, маленького совсем, младенца. Потом уже увезли меня. И я иду вниз по этой улице к железнодорожному вокзалу. И оглашебный еще. И думаю, Господи, как ты так сделал? Где родился? Там и пригодился, что ли. Через столько лет, через 30 лет взял меня сюда за волосы, как этого пророка Аввакума, и поставил на эту улицу, на улицу восточную, где я родился. И все спрашивают, а ты вообще не отсюда, наверное, да? Я говорю, ну, да, в принципе, не отсюда, но по паспорту, вот, родился в Барнауле. Ничего сделать не могу, с зубами скрижащим. Я самый, что именно есть, местный. Все, все? Все. На ком стихи запишем? Король. Брат. Гимн христианства исполнил. Он такой сложненький, поэтому мы тут с братом, если кто-то захочет подхватить. Как он должна от текста? Текст, вот он, текст, крупной буквой. Готов, брат? Присаживайся сюда, поближе. Гимн христиан. Нет. Ты столик хочешь? Это же гимн. Ну, давай. Так, мы не войдемся, поэтому. Так, пойдем. Давай. Вот. Надо вставать? Нет, вам-то зачем. Кто петь будет? Правление мы знали. Он знали. В свободе призваны вы, братья, к свободе от своих грехов. Вам Христос раскрывает объятья, избавляет от смерти оков. Дух желает иного, чем плоть. На Христовых весь мир ополчится, но своих не оставит Господь. А скорби, что при жизни ждут, по смерти славу принесут. Ах, мы не цель одна, а блесня во Христа. Вперед, вперед, небо нас ждет. Когда исполним все, отречемся от грешного мира. А трясем его прах с наших ног. Сокрушим все былые кумиры. Пусть в сердцах наших царствует Бог. Бог единый, что все сотворил. Что пожертвовал сынам безгрешным. И в атаках этот мир возлюбил. И сын был распят на кресте. Нам всем спасенье во Христе. Ах, мы не ты прощем. И в жизни возвращем. Вперед, вперед. Небо нас ждет. Когда исполним все, мы пойдем к нашим сраждущим братьям. Мы к духовно голодным пойдем. Им расскажем о силе распятия. Весь благую в сердцах понесем. Что ждет блудного сына Отец. Что Христос непрестанно стучится. В двери ваших закрытых сердец. Ты взор к небу подними. И двери сердца отвори. И помни, смерти нет. За все давать ответ. Вперед, вперед. Небо нас ждет. Когда исполним все. На нас лежит печать из брони. Твоец нам веру даровал. Чтобы избранник делами раздания Через Божьи слова познавал. Но без дел наша вера мертва. И должны подтверждать непрестанно Нашу веру благие дела. Но нас спасают не дела. Но кровь с Голгофского креста. Ты избран так беги. До веры береги. Вперед, вперед. Небо нас ждет. Когда исполним все. Так наполним уста славословьем. За великие милости к нам. Насладимся духовным застольем. Восхитимся в духовных дарам. А таланты любому даны. Мы ведь, братья, единое тело. И друг другу служить мы должны. Познавши братскую любовь. Нельзя грехам вернуться вновь. Мы, братья во Христе. Да в Бог спасемся все. Вперед, вперед. Небо нас ждет. Когда исполним все. Кто автор? Духовный гимн Марина Геннадьевна Дыбунова. Христос воскресе. Воистину воскресе. Давай, братья, подсудись. Ангел, вопияши, благодать. И чистая неба радуйся. И по кереку радуйся. Твой сын воскресе, Три днями над гроба. И мертвые воздвигнувые люди веселитесь. Светися, светися, Новые Иерусалимы. Слава Бога Господня. На Тебе, Васия. Либуй ныне веселись о Сионе. Ты же чистая, красусь о Богородице. А восстань и Рождество Твоего. Господи, слава Тебе. Распусти нас с миром. Аллилуйя. Аллилуйя. Все сказано, да? Своей сын воскресе. Но куда еще больше я не знаю. Куда еще больше. На все темы, да, отвечено? Гим христианство, из гим христианства. Чуть не символ веры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова